Закидывая в свои огромные сумки вертолет, помогая малышам и прыгая на борт вслед за ними, Сева Лаптандер вспоминает, как прошел его учебный год. Занятия дзюдо были одними из самых любимых, говорит подросток. Тренер показывал интересные приемы и теперь дикий зверь не так страшен в ночном дозоре в тундре. Поеду в тундру, буду помогать отцу дежурить, дежурить, когда надо смотреть за оленями. И его сестра Диана еще в интернате, выполняя задания за монитором компьютера, тоже продумала, чем будет заниматься летом. Поехать к родителям в чем? Помогать им убираться, готовить еду и следить за своими младшими братьями и с мамой шить одежду. Уже в вертолете порядка 20 мальчишек и девчонок прощаются со своей школой на три месяца. С высоты птичьего полета они смотрят на просторы тундры и ожидают, что их планы сбудутся. Взлет, посадка и вот она долгожданная встреча с родителями. Выходят из вертолета быстро, командир экипажа даже не глушит двигатель. Первым делом, как только прилетели к себе в Чум, дети пьют чай с ушками и хлебом с маслом. Долго за столом задерживаться не будут, ведь сын Всеволод уже сегодня пойдет помогать отцу собирать стадо. Семье скоро в дорогу переходить на летнее пастбище. В минимум через 10 дней мы уже, наверное, поедем уже, будем кослать. Сейчас у оленеодов Лаптандер 500 голов животных. Отел уже практически окончен, маленькие оленята окрепли, да и все дети дома. Теперь точно можно кослать. Вера Дронзикова, Диана Седай, Акмал Салиев при поддержке информационного агентства «Приуралье» программа «Время и мало» «Приуральский район». «Приуральский район»